Трагедия в Крокус-Сити-Холл к этому моменту забрала жизни 137 человек. Еще более ста пострадали и находятся в больнице. 22 марта террористы ворвались в здание, убивая прохожих на своем пути. Много жертв в концертном зале. Зрители ждали выступления группы «Пикник». Среди посетителей были и жители Алтайского края. Барнаульца Григория Будько до сих пор не нашли. Команда наших спортсменов-бальников и трое рубцовчан смогли выбраться. Услышав стрельбу, вмиг спустились к сцене, запрыгнули на нее и побежали. Ничего толком не видели, слышали крики и стрельбу. Автоматная очередь не переставая звучала. Как удалось найти путь, даже не помню. Выбежав из самого Крокуса, не смогли найти такси и бежали по дороге еще минут 20. Куртки наши сгорели. Но это уже не главное. Вся страна скорбит. Алтайские крайние исключения. По всему региону образовались импровизированные мемориалы, к которым люди все выходные несли цветы. Ну я, конечно, ужаснулся очень сильно. Я был шокирован от этого, что такое происходит вообще. Это очень страшно, что просто приходит сейчас наш век в такое. Основным мемориалом в Барнауле стала часовня Святой Татьяны рядом с политехом. Это традиционное место почтения памяти погибших. Это такие трагедии. Сюда люди несут цветы, свечи, игрушки. Также сюда приносили цветы, свечи и лампадки, когда произошла трагедия в зимней вишне. Здесь же митрополит Барнаульский Алтайский Сергий отслужил панихиду за всех погибших в теракте, прочел молитву о здравии раненых. По всему краю отменили развлекательные мероприятия, а на билбордах появились поминальные свечи с датой 22.03.2024. На зданиях припустили флаги России, кинотеатры отменили все показы. Также усилился контроль в аэропорту Барнаула и на въезде в город. От имени жителей Алтайского края выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал. Дорогие жители Алтайского края, прошу вас сохранять спокойствие. Будьте собраны, заботливы, внимательны по отношению к себе и своим близким. Накануне у Крокуса прошла акция памяти «Летят журавли». На фасаде сгоревшего здания взмывающие верх птицы. Инициатива получила такое название в честь песни «Журавли» народного артиста СССР Муслима Магомаева. Его имя носит концертный зал. В Барнауле подобная акция пройдет сегодня у мемориала славы в 8 вечера. Продолжение следует... Продолжение следует...